И что хотят старики? Спокойствия. Правильно. То есть, в принципе, у них даже есть возможности что-то делать, но они уже набегались. Даже еще какое-то здоровье осталось. Но вот уже как-то вот эта вот беготня, они хотят от нее отойти. Правильно? А еще что хотят? И учить любят очень. Очень любят учить. И вот это три возраста, три вида богатств. Вот у нас получается, вот здесь любознательность, зависимость, жажда деятельности, независимость, отход от дела и мудрость. У людей в старости есть время, есть вот эта вот потребность кого-то учить. Куда тратить время в старости? Спать, говорят. Спать, играть в домино, вот ходить на рыбалку, смотреть телевизор. Кто-то тратит время на то, чтобы гоняться на перегонки с молодыми, не терять молодость, там как-то красить седину, вот вставлять волосы в голову. То есть можно на это тоже тратить время. Путешествовать, смотреть мир. На это тратится время. Время же есть, деньги заработали. Но вообще, чтобы это делать по-божески, означает, что да, нужно отойти от дел, не надо гоняться там за всем, что гонялся в молодости. И нужно что с этим временем сделать? Ну как-то да. Подумать о своей душе. Правильно? Потратить это время. Всегда же было некогда. Вот время появилось. И раньше, в ведические времена, люди уходили в путешествия. Они путешествовали по разным местам. Это было не просто, знаете, так вот, сел на самолет, прилетел, там гостиница, все как обычно. Путешествие было, знаете, отказ от комфорта. Что все паломничество, да, человек всю свою жизнь тащил все в свою нору. И все там было, знаете, комфортно, как бы, вот, классно. И тут он уходит из этой норы, приходит там в постоялый двор, там еще какие-то там. И там все не так, как у него дома. И вот он привыкает жить без этого комфорта. И они приходили в эти святые места, повышали свой духовный уровень, общаясь, совершая какие-то ритуалы. В этом проходила их старость. Потом женщина возвращалась в семью, оставалась в семье, а мужчина мог стать либо отшельником, либо странником, который ходил к двери, к двери и объяснял домохозяевам, другим, а вы знаете, зачем жить? Это старость, которая была в эдические времена. Сейчас, конечно, трудно вот так вот жить на улице, мы не сможем так жить, вот эти путешествия. У нас зима вообще тяжелая, мы же не в Индии живем. Но, тем не менее, мы можем вот это свободное время, больше которого появилось, дети выросли, долги розданы, страсти меньше, время больше. Не надо его тратить на домино, лучше заняться каким-то своим духовным развитием. И делиться опытом с теми, кто находится рядом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...